Ребята, всем привет! Вы на канале Семья на чемоданах. Меня зовут Славян. Вот мой инстаграм. Подписывайтесь, если еще этого не сделали. Если хотите, подписывайтесь на канал, жмякните лайк и напишите какой-нибудь комментарий, как вам выпуск. Я сегодня вас приглашаю погулять по Адлеру. Думаю, многим будет интересно, особенно кто ни разу здесь не был, вообще в принципе посмотреть, как устроен. Пройдемся по некоторым улицам, прогуляемся. И выпуск я хочу начать с пляжа, с морюшка, показать вам здесь пляж Чайка немножечко, показать, сколько народу. Ведь у нас пришло солнышко, и с этой недели стабилизируется весенняя погода здесь, в Сочи. Давайте начинать, погнали! Итак, ребята, мы сейчас с вами находимся на пляже Чайка. По левую руку у нас пляж, можно его называть Мандарин, можно его называть Жемчужина в Сочи. Здесь такая есть чалаут-зона. Сейчас там происходит ремонт, буквально вчера-позавчера ничего не делали, а сегодня вот уже вплотную готовится. Я хочу обратить ваше внимание на то, что посмотрите, сколько здесь людей. Досматривайте выпуск до конца, мы сегодня пройдемся еще с вами чуть дальше туда, на те пляжи, коль нам предстоит такая прогулочка. Покажу вам какие-то окрестности и посмотрим, как Адлер готовится встречать туристов, какие тут есть изменения. А также покажу вам, к чему вам нужно готовиться, если вы будете передвигаться по Адлеру на машине. Наши мальчишки, Настенька, так, кто, кстати, попал впервые в наш канал, мы ждем третьего малыша либо малышку. Подписывайтесь на Настин инстаграм, Настенька пишет про беременность, ну и, конечно, про путешествие с детьми. Для многих это тоже будет важно. Итак, ребята, вот такая тут набережная, гляньте, сколько людей. Сразу люди бы выползали, кайфуют от солнца. Вчера у нас было пасмурно и прохладно. Здесь что-то пытаются разрушить, а что-то построить. Вот видите, что здесь будет, пока не знаю. Может быть, это темневая зона такая, но она какая-то слишком не для высоких людей будет. Давайте я вам покажу кусочек набережной и отправимся с вами в город. Значит, вот такой тут вход на пляж-выход. Здесь есть такая вот зона, здесь как обычные электромобили. Будут стоять различные аттракционы, которые много сейчас чего не работают, но работать будет. Столовая, вот. И, ну, в принципе, да, ничего особенного, кроме вот этого красивого дерева. Вот вывеска пляж-чайка. Погнали в город. Так, ребята, ну что, мы с вами в городе. Начнем с вами наше путешествие по городу с комплекса Мандарин. Это большой торгово-развлекательный комплекс, мол, под открытым небом. Вот вывеска его. Тут есть парковочка, куча всего. Сразу же вон там пляж. Здесь машины подъезжают. Кому такси, здесь садятся такси. И уезжают дальше в город. Тут очень много кафе, ресторанов, баров, которые работают круглосуточно. Всякие дискотеки. В общем, кто хочет под музыку подергаться, то, конечно, welcome сюда. Здесь можно просто погулять. Отлично провести время. Посидеть, покайфовать на лавочках. Стоят какие-то развлекушки типа груши. Вон, вы можете увидеть, да. Ресторанов огромное количество. От мала до велика. От рыбы до мяса. В общем, все, ребята, на любой вкус. Ночью, ну, вечернее время. Здесь очень красиво все подсвечивается. Здесь совершенно другая обстановка, атмосфера. Поэтому здесь стоит погулять как днем, так и вечером. Всегда про это говорю. Есть такая звездная аллея, пройдя через которую, вы попадаете к набережной реки Мзымта. И если пойти направо, то вы попадаете на пляж, откуда мы и начали свой выпуск. Мы пойдем сейчас вот в эту сторону вместе с вами, посмотрим, что здесь. Здесь уже можно увидеть, что какие-то рестораны, кафе готовятся к приему гостей этим летом. Происходит то ли реставрация, то ли открытие какого-то ресторана. Вот под коричневой крышей. Вот вкратце покажу, что здесь есть. Может быть, что-то взгляду будет привычно. А может быть, кто-то из вас тут отдыхал и очень любит этот комплекс. Так, и вот мы с вами через другой входик попадаем к набережной реки Мзымта. Единственное, что здесь, кстати, после дождика, тоже если этот кофелек влажный, то здесь достаточно скользко, поэтому лучше детворе тут не бегать. Я сейчас вам покажу еще детскую площадку, на которую я отведу сейчас деток, и мы с вами продолжим путь по Адлеру. Вот она и река. Здесь набережная вот с такой вот велодорожкой, где можно взять электро... какой-нибудь себе транспорт и покататься. Мост, который соединяет старую часть Адлера с новой, а именно даже не с новой, а все вот это, это называется ПГТ Сириус. Ну, теперь уже, ну, как говорят старожилы Адлера, это все равно для нас все Адлера. Так, тут уже открывалось очень много палаток. Раньше буквально одна-две. Сейчас все открылось, все, все начали работать, ребят. Здесь есть такой небольшой торговый центр. Ну, такой бестолковый на самом деле. Так, и вот снова палатка. Единственное, почему-то мороженое не функционирует, хотя на улице очень тепло, кайфово. Дует легкий такой достаточно прохладный ветерочек. Очень грязная река, потому что шли дожди. Ну, и атмосферу в горах можете сами наблюдать по облачности. Так, а вот слева, соответственно, сейчас будет площадка, про которую я вам говорил, на которую мы сейчас как раз и двигаемся. Вон там. Ну, все, детвора убежала. Отличная детская площадка. И сейчас повесили здесь такие теневые, видите, зонты, чтобы в солнечную погоду было гулять детям особенно комфортно. Видишь, Настя, зонты повесили, зонты поставили, чтобы в теньке было. Вот такая детская площадка. Детей здесь всегда много, очень современная, классная. В общем, кто здесь будет, понял, да, локацию. Вот мандарин, вот площадка. А мы с вами передвигаемся дальше вглубь города. Итак, ребята, мы с вами попадаем вот на такую площадь. Здесь и скверы есть, да, можно погулять влево-вправо. Там стоит танк, красивые пальмочки, цветочки, все очень красиво. Река Мзымточка. Так, здесь, видимо, какой-то отель две звезды Алтай. А мы с вами будем двигаться. Кстати, вот, да, смотрите, какая теневая зона шикарных высоченных кипарисов. Вообще потрясающе смотрится. Так, и мы с вами сейчас будем двигаться уже в город. Пройдемся по улицам. И для кого-то это будет прям открытие. Откроете для себя Адлер. Посмотрите на пробки адлерские, посмотрите на улицы, на какие-то различные, возможно, кафешечки. В общем, все в этом духе. Итак, ребята, мы сейчас с вами находимся на улице Демократическая. Здесь большие сложности всегда возникают с парковкой. Так, здесь вот поселили дорогу, но еще разметку не сделали. Церковь. Вы въезжаете в зону платной парковки, но, судя как по отзывам я читал, здесь вообще, ну, типа, никто, я как понял, не платит за парковку. Ну, некуда. Попадаем на такую жикарнейшую аллею кипарисов. Блин, меня так вставляют эти деревья огромные, вот эти кипарисовые. Гляньте, какая это красотища. Все распускается, все цветет. Скоро весна. Вот такая архитектура центрального Сочи. Сразу же пишите в комментариях, кто где отдыхал. Если вдруг вам попадает в кадр отель либо гостевой дом, в котором вы останавливались, то, конечно, делитесь своим мнением, как вам. И тут, получается, смотрите, мы сейчас входим с вами в такую теневую зону, в которой всегда тенек. И летом, я думаю, что здесь особенно будет кайфово прогуливаться, вот в этой части Адлера, потому что здесь вот эти высокие-высокие кипарисы. Ну, особенно вообще на той стороне. Там спокойно, нет никаких палаточек по сравнению. Вот с этой частью, да, здесь вот есть столовая какая-то. Вот демократический, 27 как указатель, как ориентир. Ларьки, палатки, сувениры. Людей сегодня будет по-особому много, потому что у нас вышло солнце, и все люди повыходили. Все хотят гулять и наслаждаться солнцем. Вот такой вот еще перекресток. И мы с вами будем переходить, ребята, дорогу и отправляться далее. В принципе, погулять, проехаться по самому городу, да, его посмотреть, вы просто можете взять электросамокат. Как это сделать, я показывал в одном из выпусков, обязательно посмотрите. Ссылочку я оставлю в описании под этим видео, видеороликом. Здесь, кстати, есть такая вот новая постройка с очень интересным решением. Ну, на мой взгляд, да, я там не архитектор, ничего, недвижкой не занимаюсь. Но просто такие угловые панорамные окна, квартиры, по мне так это прям очень прикольно. Кстати, вот номер, кому нужно, можете набрать, посмотреть. Вот такой ремонт дороги сейчас здесь происходит. Вчера здесь не было, мы здесь проезжали, здесь еще был асфальт, мы прям ехали в дворе, да. Сегодня все, оставили один. И здесь вот пока ремонтируем дорогу, здесь, ребята, очень сильная пробка. Вообще, Адлер стал очень сильно стоять. Я вообще не представляю, что здесь будет сезон в июне. Да даже на майские праздники, что здесь будет, не знаю. Я постараюсь вам все показывать, чтобы вы там уже понимали, как вам приехать, где лучше остановиться, можно где-то на нейтральной территории, чтобы вам было очень удобно перемещаться там влево-вправо, да, как говорится, в горы на какие-то достопримечательности. Вот еще один многоквартирный дом, еще один. Вот работает трактор. Все готовится, друзья, к сезону, к приезду гостей. Так, а мы с вами сейчас подходим к центральному рынку, который, если вы в курсе, который горел в феврале. Был сильнейший пожар, большая площадь уничтожена, там много загорело, очень много убытки там у предпринимателей, конечно, я не знаю, колоссальные, если, конечно, все не застраховано. Хотя я думаю, конечно, все застраховано, но это не точно. Вот такие интересные здесь пальмочки растут, и, конечно, снова кипа-рисы. И вот через дорогу, получается, друзья, уже находится вот этот большой центральный рынок, то есть там не просто рынок, да, там очень много всяких магазинов, известных на слух, типа Лункари, Глория Джинс и всякая такая история. А мы с вами поворачиваем налево, чтобы попасть на центральную улицу, улица Кирова, еще центральная Ленина. То есть сейчас с вами везде прогуляемся, посмотрим. Вот в таком старинном здании архитектурном заняло свое место Летуаль. Не знаю, правильно ли это, неправильно. Все вот так вот за заборами, большое количество машин. Пробки здесь, ребята, нереальные. Особенно если вы двигаетесь с центра Сочи в Адлер, то весь курортный проспект стоит бордового цвета с утра до вечера. Вот мы можем увидеть указатель Ленина направо. Туда и пойдем. В общем, друзья, вот эта вот улица, это улица Ленина. Мы по ней с вами не так давно гуляли. Вот так выглядит выпуск. Нажмите ссылочку в описании, посмотрите. Была тоже довольно-таки классная прогулка. Вот указатель, да, веселая направо. Сочи налево. Я хочу с вами прогуляться в ту сторону по улице Кирова. Мы сделаем с вами такой крюк и пройдемся еще на один пляж. Покажу там, как обстановка. Чтобы попасть на ту сторону, нам нужно спуститься в подземный переход. Сделан, в принципе, нормально по-современному. Здесь, да, не воняет вроде как. Но посмотрим, что внутри, да, как говорится. Так, обратил внимание, что здесь даже есть лифты. И это, ну, слушайте, это же хорошо. Приятно видеть, что проявляет заботу. Это очень хорошо. Вот получается, вот тут вот находится лифт. Так, мы с вами выходим. Сейчас пойдем с вами в торговом центру Сити Плаза. Покажу вам ее. Да, когда мы второй раз приехали в Вадлер, я тут вообще не понимал, что где находится, куда идти, куда ехать. Сейчас, конечно, тут уже, ну, можно сказать, как рыба в воде. Знаю улицы, знаю, как лучше чего объехать. Ну, максимально уже такой, как местный. Но все-таки 7 месяцев уже тут ждем. Пора бы, да, стать местным. Мы сейчас зимуем в Сочи. Но не об этом. В 2019 году мы пропутешествовали весь Крым, снимая отели, гостевые дома, ну, в общем, недвижимость. В 2020 году мы пропутешествовали Крым путем бомжуя в Крыму. Мы путешествовали с палаткой. Вообще зашло. И вы знаете, Крым это удивительное место, очень интересное. Но там есть и вопросы, и затыки, которые нам приходилось решать в 2019 году и в 2020. Так вот, мы написали свой собственный гайд, авторский, который поможет вам пропутешествовать Крым с легкостью, с наслаждением. Вы кайфанете. Приобрести наш гайд можно очень просто, просто написав нам в директ. Почти 100 страниц, весь наш опыт, около 150 локаций. Путешествуйте. Так, ну и тут, в общем, всякие торговые ряды, булочки, всякие там кальяны, понятно. Всякие вот хобби-лэнд, банки, торговые. Это называется, в общем, вот коричневый торговый комплекс. Ну, наверное, да, торговый комплекс. Так, и вот мы с вами попадаем к Сити Плаза. Вот прям такой большой указатель, список магазинов, которые там есть. Но, понятное дело, что это не он. Так, вот видите, как Кирова, 75А и прокуратура. Так, и вот непосредственно вот тут такая территория, парковка. На Сити Плазе есть, получается, еще торговые центры, вот получается, там. Вот, ну, основной, конечно, это однозначно вот этот Сити Плаза. Парковка тут платная. Кто не хочет заезжать на платную парковку, ребята, будьте бдительны. В сезон машины не бросайте, где попало, потому что эвакуация здесь работает за считанные минуты. И увозят вашу машину. Вы вообще не успеете даже глазом моргнуть, как вашей машины уже не будет. А для тех, кто вдруг, не дай бог, попал в такую ситуацию, вашу машину увезли, все тачки отвозятся на парковку возле Афимола. Можно сразу брать такси и ехать туда, и забирать свою машину. И если сюда приедете, очередь на получение, на выдачу своего транспорта будет большая. Мы через это тоже проходили, нас тоже забирали машину. Ну, не в этом году, а позапрошлом. Такое интересное приключение было. И что делать, ну, мы вообще не знали. Первый раз в жизни у меня эта история получилась. Просто набираешь 112, говоришь, где ты находишься, и тебе говорят, типа, украли ее, либо ее эвакуировали, и куда, на какую штрафстоянку ее повезли. Вот продолжается, да, территория кругового комплекса Ситиплаза. Шикарнейшие кипарисы. Я не перестаю говорить, насколько они прекрасны, насколько они высоки, кайфовы. Запах просто нереальнейший. Обязательно, кто приедет в Адлер, уделите какое-то время. Просто погуляйте по улочкам. Здесь вот идет и такая грандиозная реконструкция, да, наверное, профспорт. Здесь, видимо, что-то было спортивное, да, государственное, возможно, предполагаю. А сейчас вот так все закрыто. Может быть, что-то выкупил. Ну, если точно знаете, пишите, конечно, в комментариях. Всегда очень приятно считать от вас обратную связь. И ваши отчасти догадки, отчасти точные утверждения, что происходит с определенным объектом. Так, вот улица Молокова пошла налево. И мы сейчас с вами именно пойдем туда, посмотрим эту улицу. Понятное дело, мы много здесь ездили, но ходить не ходили. Поэтому в плане такой экскурсии вместе с вами мы, конечно, сейчас пройдемся, посмотрим, что у нас тут. И вообще, если вы, например, решите снимать тут жилье, то посмотрите, как далеко вам добираться. В общем, я, ребята, решил перейти сейчас на эту сторону, чтобы вам чуть-чуть показать. Этой стороны мне показалось, что она более такая насыщенная и видовая. Здесь, значит, вот такие домики. Старый Адлер. Здесь также можно снимать квартиру в долгосрок. Я думаю, что можно идти на свой отпуск, жить, так сказать, в самом центре Старого Адлера и ходить к морю купаться. Все дороги, которые уходят в ту сторону, это все дороги к морю. Поэтому сколько здесь до моря? Метров 500 идти точно. Так, сейчас перейдем. Вот, ну а мы с вами сейчас дойдем на одного из пляжей, посмотрим там атмосферу, поэтому досматривайте выпуск обязательно до конца. Сегодня прекрасная, ребята, погода. Я очень надеюсь, что у нас сейчас погода стабилизируется и будет так же тепло, и все, и мы сможем уже купаться. Но вода сейчас пока вообще не пригревается. 11 градусов по-прежнему. Передаю так во всех источниках. Там Яндекс, не Яндекс. На радио крутят, что пока погода 11 градусов. Вот такая вот площадь тут. Всякие кулинарии, выпечки. И вот что-то закрыто, что-то готовится. Здесь прям действительно такая старинная часть Адлера. Здесь можно увидеть всегда очень много местных жителей. Это вам не эмеретинка, которая свежая застройка. Так, я вижу прекрасное здание. Вот когда за рулем едешь, все равно не обращаешь на эти все моменты внимания. Поэтому говорю, приезжайте. Ох ты, голубь чуть не врезался. Приезжайте в Адлер и погуляйте по нему пешком. Вот смотрите, вот такое прекрасное здание. Орбита. Это, видимо, я так понимаю, что это раньше был кинотеатр. Такой вот, как в принципе во всех городах. Но сейчас на первом этаже расположились всякие разные магазинчики, банки, кафе. Я думаю, конечно, что кинотеатра там уже давно нет. Пошла, значит, улица Ульянова направо. А мы с вами будем переходить дорогу. Итак, ребята, вот тут вот справа получается сквер. И тут который пятиэтажки. Это называется микрорайон Черемушки. Также улица Молокова. Так, едет скорая. Сейчас. Вот, да, прекрасное место для прогулки. Но это, мне кажется, достаточно местная елокация. И, как всегда, пробки, пробки, пробки. Так, мы с вами дальше двигаемся по Молокову. Уйдем с вами там дальше налево. И спустимся, ребята, к морюшку. Посмотрим, что там за пляж. Все вам покажу. Тут какое-то здание такое с красивой архитектурой. Не знаю, это новая постройка или старая. Пишите, конечно, в комментариях, кто точно знает. Налево и направо ходит улица Свердлова. Я точно знаю, что многие отдыхают. Тут, кстати, здесь прям, видите, вот здесь налево идти до улицы Ленина по Свердлову. Там очень много туристических палаток. И вы, конечно, попадаете на пляж. У мужчины классный шарик. С днем рождения, бро. Такой мужчина в возрасте. А шарик классный. С днем рождения, бро. В общем, здесь вот такие построечки, кафешечки. Ну, в общем, стандартная архитектура Адлера. А мне слева очень понравился вот этот дом. Посмотрите, пятиэтажка. Но он очень-очень длинный. Вот так вот устраняют какие-то последствия, перерабатывают дерево. В общем, мне прям понравился дом. Посмотрите, какие здесь проходы, напоминающие Питер. Я вот специально из-за них перешел, чтобы поближе подойти к этому дому. Он прям очень длинный. Я не знаю, сколько тут подъездов. Также здесь стемневая такая зона. Есть лавочки. Но достаточно все очень ухожи. Я единственное, очень надеюсь, что вот из этой земли повырастает что-то зелененькое. И будет очень красиво. И дом, посмотрите, дальше удлиняется. Да, он не собирается заканчивать. Напишите в комментариях, сколько метров в длину этот дом. Интересно. Я, конечно, это сейчас тоже загуглю. Но он очень длинный. А может быть, он даже самый длинный дом в Сочи. Как вам такая версия? Молоково дом 3 называется. Вот, смотрите, эти проходы во двор. Кайфово. Мне нравится. Так, ребята, у нас Молоково улица ушла плавно влево. Прям почти за этим длинным домом. Здесь есть здание банка. В общем, классическое затруднение на дорогах. Вон этот длинный дом стоит. И такой здесь уютенький пошел сквер. Вот с такими уже деревьями. Это, по-моему, называется Магнолия крупнолистовая, насколько я помню. Если я неправильно говорю название, поправляйте, конечно же, обязательно в комментариях. Тут спортивный комплекс какой-то по правую руку, да, с футбольное поле. Ну и обычный, да, машинный трафик. Я думаю, что в сезон, конечно, здесь людей гуляет очень-очень много, учитывая, что дальше я уже вижу, начинается такой туристический пролет, где полно всяких разных магазинчиков. И прямо, вот мы сейчас с вами прямо идем-идем, мы с вами упремся в море. Ну и заодно, конечно, прогуляемся там по пляжу. Посмотрим, какой пляж. Я напомню, что сейчас все пляжи, они готовятся уже к сезону. Поговаривающий сезон начнется с 1 мая. И, соответственно, посмотрим, как там обстоят дела. Значит, тут вот справа есть спорт-отель. Прямо это улица Ленина, а налево уходит улица Хуйбышева. Буфет, буфет Фуди. Что это, я не знаю. Здесь также есть вот такой еще один сквер института, да, видимо, Российский университет дружбы народов. Вот так вот. Я даже не знал, что здесь Родуэн есть филиал, да, в Москве основной. Вот такой вот красивый сквер с какими-то то ли елкой, то ли что это. Ну, не елка, конечно, но что-то такое из елочных, из хвойных, да, растений. Здесь современная постройка. По левую руку, друзья, у нас с вами всякие, как многие скажут, ужасные ларяки. Я говорю, такая линия пошла туристическая, да, куда можно зайти и оставить своим денежки. Ну, и по символике Краснодарского края здесь очень много магнитов, магнит-косметиков. Так, немножко обгоним. Медленные очень идут. Так, здесь, значит, деловой какой-то центр с возможностью покушать. Вот, и мы с вами уже попадаем как раз на улицу Ленина. Она уходит налево-направо, и также налево дорога уходит в центр Адлера. А нам нужно с вами сейчас перейти на ту сторону дороги, снова по подземному переходу. Тут уже нет лифтов, тут просто такие рельсы сделаны. Итак, ребята, мы с вами перешли на эту сторону. Торговый ряд, солнышко. За торговым рядом солнышко. Есть парк с аттракционами для детей. Значит, здесь территория санатория. Забываю постоянно, как он... А, Южное взморе. Вот, слева, вот он, видите, парк. Там вот сейчас Dolby Tractor, я думаю, что вам слышно. В общем, готовится все к сезону. Он сейчас закрыт. И люди, соответственно, там, ребята, все улучшают, делают, чтобы и ваш отдых был максимально кайфовый. Да, вот логотип Южное взморье. Кто-то уже писал мне, что тут очень крутой сервис. Но ценники не каждый, как говорится, да, себе может позволить. Идем вот по такому скверу красивому. Мы здесь, конечно, уже гуляли. Я уже понимаю, на какой пляж мы вместе с вами попадем. Здесь пока закрыты торговые палатки. Видите, сейчас я покажу вам. Вот они, торговые палатки. Они закрыты. Что касается парковки, вот здесь вот, да, такое получается... Ну, такая тупиковая зона. Даже есть вот такой вот знак с тупиком. Здесь можно парковаться. Мы тоже здесь оставляли машину. Все достаточно безопасненько. Мы плавно с вами попали. Видите, как на эту сторону через газон так делать не нужно, конечно же. Вот. Продукты тоже закрыты. Почему-то здесь, вот вдоль вот этого сквера, закрыто абсолютно все. Мне очень сильно нравятся вот эти вот бело-серые деревья, на которых нет вообще ни одного листика. Но смотрится это просто бомбически. Я не знаю, тогда я их увидел, эти деревья, постоянно, когда их вижу. Вообще кайфно. И гляньте, как красиво это смотрится. Понятное дело, что высадка клумбочки. Надеюсь, на клумбах что-то посадят. И гулять здесь будет особо кайфово. А вот ближе к морюшку уже здесь, видите, как открыли палатки. Но они, кстати, и работали. Вот эти две-три штучки. То есть самые такие, я их называю, отчаянные в этой части Адлера, кто работает. А впереди, друзья, вы можете уже наблюдать морюшко. Слева причал номер 353. Может быть, это кому-то что-то даст. Это вообще, по-моему, он называется пляж Пурум-пум-пум. Сейчас я вам точно скажу. Вот она вывеска. Это городской пляж Огонек. Здесь очень много спортсменов занимается. Мы когда-то тут гуляли. Да, здесь прямо одни спортсмены. Большущая бесплатная парковка. Ну и, конечно же, друзья, бесплатные туалеты, которые закрыты. Вообще, я хотел сказать другое. Ну и, конечно же, море. Посмотрите, тут как тихо, спокойно. Кто-то собирается идти купаться. Видимо, или уже искупались. Вот такой вот пляж. Ну, пойдемте посмотрим. На данном пляже, ребята, очень мелкая галька. Это даже можно назвать песок. Вон там уже непосредственно ближе к морю. Там уже галечка, да. Тут у нас столовые. Ну, вот, например, вот эта столовая Три Пятерки. Она как была закрыта, так и продолжает быть закрытой. Пока ничего не выкрасили. Я, конечно, тогда говорил, когда мы здесь гуляли. Я очень надеюсь, что администрация посмотрит выпуск при помощи вас. Поэтому делайте репосты в свои социальные сети, чтобы на это обращали внимание, да. И товарищи, хозяева пляжа здесь окрашивали всю эту историю. Но пока, вот пока, вот эта теневая зона, да, вы можете сами заметить, она вся находится в таком немаловом состоянии. Очень надеюсь, что все приведут в свой хороший, классный внешний вид. А здесь вообще, вот помните, как мы начали с вами выпуск, там в той стороне Адлера была волна. Здесь вообще волны нету. Море чище. Здесь классно, здесь нет этих волнорезов. Прям пляж, вот прям бомба. Еще есть такой бесплатный. В принципе, достаточной парковкой. Ну, конечно, в сезон будет недостаточно. Здесь вот этот прокат. Очень такая стильная зона. Фото-зона даже ее можно назвать. Тоже, надеюсь, все выкрасит. А здесь вот под куполом мы тогда смотрели, была вот эта сцена. Просто ее начинали только делать. Мы сначала думали, какая-то просто сцена. А это нет. Смотрите, это для детей. Вот кому важно, да, кто с детками, по кайфу, вы можете вот здесь вот на пляже, друзья, разместиться. Деток отдать в игровую комнату. Причем, да, я сразу скажу, она новая. Она новая. И достаточно большая. Вот под таким белым куполом, значит, скорее всего, там будет не жарко. Либо она как-то будет продаваться. А может быть, установят кондиционер. Слушайте, ну, это очень и очень здорово. Здесь так малолюдно вообще даже относительно там, где мы с вами начали выпуск в Адлере, да. Посмотрите, как здесь тихо, спокойно. Широкий пляжик. Классно. Очень и очень классно. А вон там уже дальше начинаются волнорезы. И по ту сторону, да, тоже начинаются, ребята, волнорезы. Здесь приятный заход. Здесь вот она очень мелкая галька, родная, классная. Море, привет. Так, свет морюшка. Ну, мутноватый, да, потому что дождики были. Но в целом, в целом, я думаю, что даже можно искупаться. Но я это буду делать чуть-чуть, прям попозже. Наверное, на следующей неделе мы с вами зайдем в море и искупнемся, друзья. Ну что, ребята, вот такой вот выпуск у нас с вами получился. Как вам? Пишите свое мнение в комментариях. Давайте мне обратную связь в виде лайков, дизлайков, комментариев, репостов. Очень важна ваша поддержка в развитии канала. Нас становится все больше и больше. Скоро мы доберемся до серебряной кнопки. Это такая моя большая цель в этом году. Я очень надеюсь, вы меня поддержите, и мы это сделаем вместе с вами. Вчера нам было каналу 2 года. Всем спасибо, кто поздравлял. Я с вами прощаюсь. Увидимся завтра уже в новом видеоролике. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok